Привет, друзья! Совсем недавно я закончил модель итальянской противотанковой танкетки в 35-м масштабе, видосик один из недавних. Ну и вот сегодня решил заняться немного французской бронетехникой. Старыми моделями пока мисс неохота заниматься, но вернусь к ним обязательно позже. Итак, у нас колесный разведывательный автомобиль EBR75 с башней FL-10. Модель от китайского Хобби Босс, сама вот эта тачанка родом из 50-х годов. Есть также и вторая версия модельки с башней FL-11, она более меньших размеров. Кстати, кто хочет поддержать этот проект, выпуск видосов, тот может поддержать донатиком по ссылкам в описании, если есть желание и возможность. Ну а я попробую собрать модель. На самом деле, некоторые старые зрители канала уже видели этот наборчик как-то на стриме один раз. Ну и вот я решил его собрать, его обещают быть не сильно сложным и с другой стороны в одной части зрелищным. Поэтому будем заниматься именно им. Но в целом на содержимом коробке останавливаться сейчас не буду, а просто будем собирать. В целом типичный Хобби Босс. Неплохая, местами даже хорошая собираемость. И обязательно какие-то косяки по матчасти здесь будут. Но я в целом планирую собирать и с коробочную версию модели с минимум каких-то доработок. Начать можно с корпуса броневика, а именно с верхней его части. Здесь по инструкции надо высверлить 4 отверстия. Хотя на самом деле, чуть позже я заметил, что надо еще 2 дополнительных высверлить. Поэтому всего 6 отверстий надо пробурить. Метки благо имеются. Надо воспользоваться, скажем, ручной мини-дрелью и высверлить необходимые отверстия. В которые потом в последующем на верхнюю часть корпуса будут наклеиваться какие-то детали. Окей, теперь можем склеить нижнюю часть, то бишь ванну корпуса с верхней. На самом деле, я так и не понял, как ориентируется нижняя часть корпуса. Но потом посмотрел в инструкции, и там можно посмотреть на расположение надписей внутри ванных корпуса. И, соответственно, сравнить это с расположением высверленных отверстий под стопор орудия. Поэтому все-таки на всякий случай правильно совмещу эти детали, верхнюю и нижнюю. Далее склеиваем, чтобы немножечко облегчить этот процесс, ибо у меня всего лишь две руки и десять пальцев, если не ошибаюсь. Буду использовать модельный скотч, хотя он здесь, скорее всего, даже и не нужен. Ну и далее проливаю по стыкам текучего клейца. В этот раз попробую такой вот, ибо томиевский у меня уже практически заканчивается. Думаю, будет неплохой клей, но запах от него точно такой же, как от жидкости для снятия лака ногтей. Вот, так, скажись неплохо, прижатие пальцами и последующее проливание клеем дало хороший результат. И практически на 100% удалось избежать неприятных щелей. И, думаю, шпатлевка здесь нигде не понадобится. Теперь можем потихоньку наращивать детали ходовой части. Зачищаем излишки пластика, что-то где-то подчищаем, подшкуриваем, клеиваем и устанавливаем по месту. Вот, уже отработал немного, и местами эти детали весьма заморочистые. С другой стороны, нету никаких рам, мостов и всякой другой фигни, которая практически всегда имеется на моделях каких-то грузовиков. У нас здесь будет передняя и задняя пара колес. Они, по идее, поворотные, хотя в модели это не реализовано. С другой стороны, сами колеса, все-таки, думаю, будут крутящимися, если мне удастся это реализовать. Ну, а две центральные пары колес, они здесь вспомогательные, и их клиренс может изменяться. То есть, колеса могут опускаться или подниматься в случае необходимости преодолевания какого-то сложного рельефа местности. В модели разрешается на выбор приклеить их поднятыми или опущенными. Я выберу все-таки второй вариант, ибо так, мне кажется, более красиво смотрится. Окей, когда с ходовой разобрались, ну, кроме самих колес, к ним вернусь чутка позже, можно поклеить что-то более интересное. Например, стеночки таких вот ящиков по бортам, и также защиту глушителя. Детали подготовлены, проливаю клея по стыкам, по посадочным местам, и стыкую по месту, и слегка прижимаю. Стыкуемость детали, я бы сказал, на хорошем уровне. Но, правда, еще не ясно, что будет с башней, ибо она специфическая, качающегося типа, и, возможно, там будет не все так гладко со стыковкой. Но не будем забегать наперед. Здесь я, кстати, умудрился оставить свой отпечаток пальца, так сказать, увековечить его в пластике. Дело в том, что я прижал деталь, затем начал проливать клей, и клей, из-за того, что он сверхтекучий, немного затек под палец, и тем самым на расплавленном пластике остался мой отпечаток. Но ничего, не поднимаем панику, даем детали высохнуть, и затем, когда это высохнет и затвердеет, можно будет соскоблить ножом и почистить мелкой шкурочкой. Заодно установил такие вот мелкие ручки к ящикам. Здесь у нас, кстати, есть уже установленный металлический кронштейн из травленных деталей из набора. С одной стороны пленочку я снял, а с другой оставил, чтобы при отрезании деталей сами деталюхи никуда не улетали, скажем, на орбиту Земли. Вот. В общем, режем под корень необходимую деталь, затем подчищаем излишки, если таковые остались надфилем, или опять же ножом, и приклеиваем на суперклей в форме геля. Наношу равномерно и совсем немного, чтобы потом клей не вытек по швам, как сыр из бутерброда. Ну и центруем, ставим планочку на место. Здесь, конечно, надо немного терпения, выдержки и аккуратности. Окей, с фототравлением на бортах отработали. Также добавили травленки спереди и сзади. Такие вот хрупкие детали. И потихоньку можем навешивать деталюх уже сверху корпуса, те, которые пластиковые. Первым делом приклеил такие фары в бронировках на крыльях. К сожалению, в наборе, как это часто бывает с хобби-боссом, отсутствует какое-либо остекление, а именно в форме деталей из прозрачного пластика. Также есть уже установлены такие большие крюки, деталей поменьше, и дальше немного такая вот доработанная деталюха. Ибо штатная деталь слишком толстовата была, поэтому заменил на проволочку. Сейчас из крупного наклеим такие вот накладки сверху, хорошенько проливаем клеем и прижимаем по месту, в том числе используя высверленные отверстия. Кстати, вот эти накладки, наверное, надо будет немного доработать, ибо если посмотреть на фото, то там есть такая вот прорезь. На модели это не реализовано, поэтому, думаю, потом поправлю в следующей серии. Ну и также по корпусу установил трехстворчатые люки с обеих сторон. Также приклеил на место часть фар и их защиту. Ну и наиболее хардкорным здесь оказалась приклейка вот таких вот мелких деталей с наборов от отравления из металла. Да, смотрится красиво, но терпение надо горку и целый вагон, так сказать. Таким образом, по корпусу остается совсем немного работ. А именно, приклеить шансовый инструмент, там всякие лопаты, кирки, триплексы на люках, кстати, их надо будет тоже что-то придумать как-то, или покрасить красиво. Ну и еще пару-тройка деталей, различные мелочевки. Ну, в общем, немного работы осталось. Что с колесами? Колес у нас 8 штук, как на БТР-80, можем сказать. Но по факту сама система больше схожа с БРДМами, поскольку центральная пара колес у нас изменяет свое положение, свой клиренс. Ну а крайние пары колес, они у нас являются основными и поворотными. Начнем с основных пар колес. Кстати, покрышки выглядят вполне себе неплохо. Есть даже какие-то надписи на боковинах, например, название производителя Michelin. Ну и сами диски легко склеиваются, склеиваются из двух деталей. Затем они легко втрамбовываются, засовываются в покрышку. Но красить и покрышку, и диск я буду раздельно друг от друга, поскольку они имеют банально разные цвета, либо разный материал. Но уже в самом конце я их соединю и приклею на модели. Надеюсь, удастся оставить возможность их кручения. Но это не точно. Окей, 4 колесика есть. Затем остаются вспомогательные колеса. И вот с ними надо будет в процессе монтажа сохранить правильную ориентацию относительно друг друга. Ибо сами эти колеса будут находиться асимметрично относительно друг друга. Вот. Короче говоря, посмотрите в инструкцию. Там правильно это дело изображено. Второй нюанс. Эти части колес можно сразу соединить и красить одновременно. Ибо в реальности это колесо целиком из металла. Красить что-нибудь под резину здесь абсолютно нет никакого смысла и надобности. Вот. Диски здесь тоже состояли из двух частей. Затем соединяем с, так сказать, металлическим ободом. Ну и вот такая сборка получается и выглядит на данный момент. Колесики временно как-то присобачены на место. И пока месь крутится. И надеюсь это и останется по итогу сборки. Думаю будет еще одна финальная серия в плане сборки. Будем заниматься как раз в следующий раз башней. И доделкой корпуса. Ну и потом третья серия, я надеюсь финальная, будет с покраской. По поводу башни она у нас такая вот необычная качающегося типа. Называется FL-10 с 75-миллиметровой пушкой SA-50. Что по сути является подобием пушки от Пантеры. Короче вот такие вот дела. Но все продолжение мы это посмотрим через одно видео. Которое будет посвящено бумажным моделям. Там либо будет Е-25, либо что-то другое из старых проектов. Да, либо кораблик. Можете кстати написать, чтобы хотелось вам более увидеть Е-25 или минный тральщик. Вот. Ну а сегодня я вам говорю спасибо за просмотр. Удачи и всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok